Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня, друзья, мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Полтава и Полтавской области. Мы поговорим о средней стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке. Мы разберемся, какие факторы влияют на ценообразование на первичном и вторичном рынке. Мы также с вами будем говорить о колебаниях и трендах рынка недвижимости. Мы будем говорить о факторах внешних и внутренних, которые также влияют на развитие рынка. И в конце видеоролика я ознакомлю вас с интересной статистикой. Мы будем говорить о задолженности за жилищно-коммунальные услуги населения Украины и в частности Полтавской области. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Полтава в разрезе административных районов. Мы традиционно будем говорить в начале видеоролика о колебаниях. Это краткосрочные процессы, которые происходят на рынках. Период исследования ноябрь-декабрь 2020 год. Как мы уже обратили внимание, мы за период исследования не наблюдаем ни снижения, ни повышения стоимости квадратного метра по всем административным районам города Полтавы. Мы говорим о вторичном рынке. Это класс социальное жилье. Напомню вам, что к этому классу относятся квартиры, построенные в период с 1950 по 1992 год. Всего на территории Украины эксплуатируется 15 миллионов 200 тысяч квартир этого класса. Так что выборка, с которой мы работаем, она однородна и репрезентативна. Это очень важно для исследования. Мы также в своих исследованиях используем метод статистического анализа. Если вы заметили, я исключительно все свои умозаключения строю на статистических данных. Мы также используем метод многофакторного анализа. Ну и конечно же метод классификации и сравнения. То есть мы классифицируем недвижимость по классам. И по отдельному каждому классу я вам рассказываю, что происходит. Или показываю процессы, которые происходят с каждым классом. Итак, о краткосрочной перспективе и о тенденциях мы поговорим в следующем слайде. Перед вами график рисунок. Мы будем говорить о тенденциях. Тенденция это долгосрочные процессы, которые происходят на рынках. На тенденции влияют внутренние эндогенные факторы. Давайте попробуем, которые находятся внутри экономической системы. Давайте попробуем разобраться, какие же факторы, в общем-то, воздействуют на систему или на рынок недвижимости в целом. Одним из основных факторов является соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости. Ну что такое предложение вы знаете? Это количество выставляемого для продажи недвижимого имущества. А фактор или показатель спроса это количество приобретенной недвижимости. О показателе спроса я вам расскажу чуть позже. Поговорим с цифрами опять, сколько было всего куплено жилой недвижимости на территории Украины. Ну а теперь давайте вернемся к рынку жилой недвижимости города Полтава. И рассмотрим гистограмму. Мы видим, что период исследования у нас в декабре 2019 года 498 долларов. И декабрь 2020 года стоимость квадратного метра уже 492 доллара. Что в годовом измерении показало минус 1,20% снижения. Перед вами такая восходящая гистограмма. И мы видим, что в мае месяце начинает в общем-то свое снижение. Наверное где-то в марте или в начале апреля я говорил о том, что рынок недвижимости по всем областным городам будет снижаться где-то порядка 2% в годовом измерении. Я ошибся. Но рынок недвижимости мы все равно видим, в общем-то отреагировал на кризис. Но снижаются естественно не такими темпами, о которых я вам говорил. Мы видим, что это уже тенденции, которые мы будем наблюдать весь 2021 год. Давайте попробуем еще раз поговорить о тенденциях. Я хочу показать вам, как манипулируют статистическими данными. В конце года все обсуждали новость о том, что рынок жилой недвижимости Украины вошел в топ пятерку самых быстро растущих, друзья, рынков в мире. Только послушайте. Пятерку самых быстро растущих рынков в мире. Бред полный. Так вот, откуда растут ноги? Все ссылаются на службу статистики, в том числе отчет, я читал, национального банка. Там тоже ссылаются на рейд, трофей на службу статистики. Служба статистики дает нам ценовые индексы. Ценовые индексы, естественно, за базу берут они в гривни. То есть стоимость или цена, они так называют, в гривни. И, в общем-то, действительно, там мы видим, что в сравнении четвертого квартала 2020 года с четвертым кварталом 2019 года мы видим рост 7,7%. Это в отчете службы статистики, на которую все ссылаются. Давайте я вам покажу, как манипулировать статистическими данными. Ну, во-первых, рынок жилой недвижимости, вторичный, он не продается за гривню. Это первый тезис. Я не видел такого идиота, который бы продал свою квартиру за гривню, и потом подменником бегом бы менял гривню на доллары или же евро. Ну, об этом просто смешно говорить. Вторичный рынок, это исключительно доллары или же евро. Теперь смотрите, перед вами была гистограмма, такая восходящая, потом она поменялась в свое направлении. Там были данные в долларах. В этой таблице тоже мы будем говорить о долларах. То есть это те же самые информации, те же самые цифры, только там гистограмма для лучшей визуализации, а здесь в табличной форме. Но еще раз повторим, что в декабре 2019 года стоимость квадратного метра по городу 498 долларов. В декабре 2020 года уже стоимость квадратного метра 492 доллара. Это социальное жилье, вторичный рынок. В годовом измерении мы видим минус 1,20% снижение. Теперь с помощью рук и никакого мошенничества я переключаю на другой слайд. Та же самая таблица, только уже в гривне. Стоимость квадратного метра в гривне. Давайте разбираться. В декабре 2019 год по курсу Национального банка 23,686. Это соотношение гривны к доллару. То есть национальная денежная единица сильно укрепилась. Ну с перепугу наверное. То есть она револьвировалась. Это револьвация называется. Не сложно в долларах мы знаем цифру стоимость квадратного метра. Умножаем на курс и получаем в долларах стоимость квадратного метра. Не в долларах, а в гривне. Я прошу прощения. Запомним цифру. 11796 гривен стоимость квадратного метра на вторичном рынке. Класс социального жилья в городе Полтава. Теперь смотрим в декабре 2020 года что происходило. Курс Национального банка Украины. Соотношение это гривна к доллару. 28,247. То есть опять же с какого-то перепугу уже гривна сильно девальвирована. То есть сильно обесценилась по отношению к доллару. Мы также несложные математические такие действия. Умножаем, знаем стоимость квадратного метра в долларах. Умножаем на курс. По курсу Национального банка получаем стоимость квадратного метра в гривне. Запомним эту цифру друзья. 13911 гривен квадратный метр. Город Полтава. Класс социального жилья в вторичный рынок. Начинаем сравнивать и видим что рост 17,9%. То есть вот вам яркий пример как с помощью манипуляции курсом можно показать самый быстрорастущий рынок недвижимости. Который входит в пятерку самых быстрорастущих рынков в мире. Вот только почему-то не вижу ли иностранцев которые бы встали в очередь для того чтобы инвестировать свои так сказать деньги в украинскую недвижимость. То есть очередной фейк я вам показываю на цифрах как всегда как надо бороться с этими фейковыми так сказать сенсациями. Давайте посмотрим следующий слайд. Будем говорить о квартирах эконом-комфорт бизнес класса. Это жилье которое было построено в период самостоятельной Украины, независимой. Всего на территории Украины такого жилья эксплуатируется 1 миллион 900 тысяч. Где-то в среднем в годовом измерении мы видим 200 тысяч квартир этих классов которые выставляются для продажи. Так что выборка с которой мы работаем она однородна и репрезентативна. Мы видим в декабре месяце стоимость квадратного метра 601 доллара и показала нам незначительную динамику снижения минус 0,17%. Ну о перспективах вторичного рынка друзья я вам говорил повторяться не буду. Давайте мы поговорим о интересных показателях которые характеризуют состояние рынка недвижимости в целом. О которых кстати об этих показателях кроме меня никто я ни от одного специалиста эксперта не слышал чтобы они с цифрами говорили и аргументировали логику ту которую они пытаются навязать. Что все плохо или что все хорошо а где на основании чего непонятно. Собственное умозаключение. Мы используем еще раз повторюсь метод многофакторного анализа метод статистического анализа. Все в цифрах вам даем а вы уже сами определитесь. Что все хорошо на рынке недвижимости и можно там инвестировать или все плохо и подождать наверное. Так вот один из показателей это активность рынка недвижимости. Мы видим что активность рынка недвижимости это общее количество транзакций. Стрихтуру транзакций вы можете прочитать. Цифры результатирующие тоже есть. Мы будем сравнивать 9 месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года. В 2020 году мы видим 307 812 транзакций или договоров отчуждения прав собственности на недвижимое имущество было осуществлено в Украине. Что на 5,6% меньше чем за аналогичный период 2019 года. Все понятно. Кризис рынок не может быть активным. Понятно что активность снижается. Причем по всем его сегментам. Теперь следующий показатель. Показатель спроса. Количество купленного жилой недвижимости. Это квартиры и жилые домовладения. Видим что за 9 месяцев 2020 года 210 964 объекта жилой недвижимости было куплено украинцами. Что на 6,2% меньше чем за аналогичный период 2019 года. Друзья, ну тоже вроде понятно. Но в кризисе людей не бывает много денег. Наоборот их становится меньше и естественно они меньше приобретают недвижимость. Вроде бы все логично. Идем дальше. Последний сегмент рынка недвижимости. Это первичный рынок. Поговорим о нем. Видим что в среднем в декабре месяце стоимость квадратного метра по городу достигла 361 доллар. Напомню вам что первичный рынок продается исключительно за гривну. Для вашего удобства мы переводим по курсу национального банка гривну в доллары. Для того чтобы вы видели что происходит на первичном и вторичном. Мы могли вот эти процессы сравнивать. То есть это для вашего удобства делается. Мы видим что за период исследования снижение минус 0,28%. Но на самом деле уже больше 10 месяцев мы видим что первичный рынок показывает нам снижение стоимости квадратного метра. Ключевое слово в долларах друзья. И это уже тенденции которые мы будем наблюдать в 2021 год. И подтверждение моих слов последний наверное или один из последних показателей которые характеризуют состояние рынка недвижимости. Это количество сданного в эксплуатацию жилья. В 2020 году за первое полугодие было сдано в эксплуатацию 28 997 квартир. Что на 18% меньше чем за аналогичный период 2019 года. Если говорить о Полтавской области мы видим что за первое полугодие 2020 года было сдано в эксплуатацию 385 квартир. Что на 28% меньше чем за аналогичный период 2019 года. Тоже все понятно. Строительная отрасль на самом деле с 2018 года показывает снижение. Все меньше сдает в эксплуатацию нового жилья. Потому что оно не пользуется спросом. Ну давайте в заключение. Последний показатель характеризует состояние экономики Украины в целом. И самое главное платежеспособности населения Украины. Для которого строится это жилье. То есть люди не марсиане, а люди живут. Украинцы живут в этих квартирах, которые строятся или продаются. То есть они являются как продавцами, так и покупателями этого недвижимого имущества. Смотрите. Мы будем говорить о задорности населения Украины. Это за первый квартал сравнивать с 2018 годом. За жилищно-коммунальные услуги. То есть это газ, вода, свет, газоотвор. Вернее водоотвор. И уборка предыдущих территорий. Мы видим, что в первом квартале задолженность населения Украины. Уже есть новая статистика. Я потом пересчитаю в следующем видеоролике. С новыми данными. Но даже по первому кварталу мы видим, что задолженность населения Украины 65 миллиардов 949 миллионов 717 тысяч. Друзья, это огромные деньги. Это катастрофа для инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Это такая задолженность населения. Если сравнивать с 2018 годом, с концом 2018 года, то задолженность эта увеличилась на 29%. Если говорить о Полтавской области, мы видим, что в первом квартале 2020 года задолженность составляет 3 миллиарда 34 миллиона 567 тысяч. Что на 39,9% больше, чем была в 2018 году. Друзья, еще раз повторюсь, это катастрофа для жилищно-коммунального хозяйства. То есть разрушаются трубы и рано или поздно это кончится всеобщим коллапсом. Теперь давайте все вот эти, так сказать, показатели, которые характеризуют общее состояние рынка недвижимости, соберем в одну картинку, как дети собирают вот эти лего из пазлов. Первый пазл это общая активность рынка недвижимости. Показывает, что снизилась активность. Второй пазл это показатель спроса, то есть количество купленной недвижимости тоже снизилась. Третий пазл, количество сдаваемого в эксплуатацию жилья тоже снизилась. Это все отдельные источники. Четвертый пазл это таблица, которую мы рассмотрели, обнищание в целом населения Украины, которое является потенциальным покупателем, продавцом на рынке недвижимости. Ну и пятый пазл это компания Лим Консалтинг нам дает информацию о снижении стоимости квадратного метра в целом, как по городу Полтава, так и по всей Украине. Все очень просто. Соберите эти пазлы в одну картинку, как я вам на пальцах это все показал, и вы увидите общую картинку рынка недвижимости. Рынок недвижимости находится в кризисе. И это уже тенденция. Весь 2021 год мы будем находиться, я имею ввиду, рынок недвижимости будет находиться в кризисе. Поэтому, друзья, я вам даю много информации, много статистических данных. А вы уже сами себе определитесь, или умные вы, или красивые. Хотите инвестировать, флаг вам в руки. Не хотите инвестировать, тоже вам флаг в руки. То есть каждый выбирает себе, что ему делать по жизни. Поэтому у вас есть основные данные. Не слушайте меня, о чем я говорю. Принимайте сами решения взвешенные. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины. Вам необходимо, что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня обсуждать, критиковать. Особо умные могут посылать нахер. Но, если, конечно, у вас есть аргументы. И также вы должны помнить, что я, ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Не путайте нас, пожалуйста, со слугами народа. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины. Которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. А еще, друзья, помните, о статистике и недвижимости позаботимся мы. А вы позаботьтесь о своем здоровье. Не болейте, друзья. И не забывайте оплачивать жилищно-коммунальные услуги компаниям-монополистам.